Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 7 ноября, день Маркиана, назван в честь святых мучеников Маркиана и Мартирия. Маркиан был чтецом, а Мартирий и подиаконом. Господь дал им, как верным ученикам своим, уста и премудрость, которые не могли не противоречить все противившиеся им. Еретики хотели склонить их на свою сторону, но, видя, что ничего у них не получается, осудили их насмерть, которую святые желали ради Христа больше самой жизни. После краткой молитвы оба были усечены мечом. В народе сегодняшний день называли дедовские плачи, красная горка, так как было принято поминать умерших родственников и близких. Говорили даже о том, что сегодня даже природа плачет. И действительно, в этот день практически всегда наблюдались осадки. Ясная погода была большой редкостью. Сегодня устраивали ритуальные плачи. Полагалось сходить на кладбище, привести могилы предков в порядок, зажечь свечки в память по усопшим. Еду отдавали нищим, так как ранее на кладбище не принято было есть и оставлять еду на могилах. А вот когда приходили домой, то накрывали обильный стол и ели те кушани, которые любили умершие родственники. Сегодня помогали сиротам и обездоленным людям. О них заботились сообща всей деревни. Ни в коем случае нельзя было обманывать сироту, либо красть у такого ребенка. Это был страшный грех. Также каждая женщина считала своим долгом сегодня поплакать о своих несчастьях и даже раскаяться в совершенных грехах. И это позволяло встретить зиму с чистыми помыслами. Торговцам зерна сегодня запрещалось есть хлеб, а также приезжать на другое место, чтобы не спугнуть удачу. Приметы. Сегодня обязательно должен пойти дождь или снег. Нельзя сегодня есть хлеб. Год хлебным не будет. Если сегодня встать рано утром, зажечь церковную свечу и попросить умерших родственников помочь советам, решение проблемы придет на следующий день. Женщинам запрещалось плакать подушку. Перо все слезы помнит и неприятности сохранятся на длительный срок. А если другой человек ляжет на эту подушку, то беды перейдут к нему. Если сирота сегодня помолится Богу и обратится с просьбой к своей матери, то ей обязательно помогут. Хурма обладает общеукрепляющим действием, тонизирующим. Оно улучшает аппетит, успокаивает нервы и повышает работоспособность. Кстати, из листьев хурмы, которые содержат большое количество витаминов, заваривают чай. Поэтому и листики не выбрасывайте. Повышенный мочегонный эффект хурмы выводит из организма шлаки и токсины, что благотворно сказывается на работе всего организма в целом. Знаете, какая важная особенность хурмы? Она полезна для заядлых курильщиков. Почему? Потому что в ней содержится огромное количество каротина. Этот каротин нейтрализует действие никотина. Люди, которые ежедневно едят фрукты и овощи с высоким содержанием каротина, значительно уменьшают риски возникновения рака лёгких. Который особенно распространён у кого? Конечно же у курильщиков. А вот злоупотребление хурмы может привести к острой кишечной непроходимости и срочной операции. Поэтому не переедайте. Можно поговорить о способах применения хурмы. Плоды хурмы широко используются в качестве противопоносного средства и при различных кишечных расстройствах. Порошок плодов хурмы. А порошок плодов хурмы можно сделать путём того, что мы хурму засушиваем. И кстати, когда мы с вами хурму засушиваем, видите, аж сахар выступает. Концентрация сахара здесь огромная. И вот поедая такую хурму, она в кишечнике начинает набухать, увеличивается в объёме, вбирается огромное количество шлака от токсинов, который у нас там имеется, очищает кишечник и способствует тому, что мы лучше себя гораздо чувствуем. Поэтому если мы делаем порошок из хурмы и употребляем его по 1-2 грамма 3 раза в день, то он прекрасно помогает при поносах. Когда у нас всё это расстроилось, значит всё нормализуется. Хурма отлично утоляет голод, поэтому её будет в состав различных диет, особенно по коррекции фигуры. Если мы будем с вами в течение зимнего сезона времени регулярно употреблять хурму, то тем самым мы с вами проведём великолепную профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать развития атеросклероза, в день нужно съедать всего 100 граммов хурмы. Некоторые люди для снижения высокого давления и отёков используют различные мочегонные средства и вымывают такой нужный для организма микроэлемент, как калий. Для того, чтобы пополнять его запасы, мы с вами, наоборот, можем использовать хурму, как естественно мочегонное средство, и при этом и калий сохранять, и воду лишнюю выводить из организма. В чём прелести использования этого плода? Хурму надо использовать при лечении онкологических заболеваний. Учёные доказали, что люди, которые ежедневно потребляют большое количество фруктов и овощей, а в них содержится бета-каротин, то риск развития рака лёгких сводится к минимуму. А в составе хурмы как раз огромное количество бета-каротина. Мочекаменная болезнь. Чтобы снижить вероятность появления камней, не стоит кушать хурму, так как в ней большое содержание калия. Помимо этого, плоды хурмы способствуют выведению из организма лишних солей на АТ, так как они обладают мочегонным эффектом. Одиннадцатые лунные сутки. Они носят такое название – день Икадаши, первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли её называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И ещё одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. 12-й лунные сутки Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека от чувства милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ – сердце, который повсеместно связывают с милосердием, состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказанное проявляет злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok